добрый вечер друзья не жду пока начнет вас инстаграм оповещать о том что у нас выходит прямой эфир чтобы не занимать время и не тратить драгоценные минуточки на то чтобы ждать пока вы начнете присоединяться поэтому махайте сразу же машите вернее не махайте а машите сразу руками смайликами сердечками что вы меня видите прекрасно слышите что мы с вами вместе на связи и я рада что я вижу здесь людей которые уже на меня подписаны мои подписчики если вы меня видите впервые не знаете кто я такая то я сейчас быстренько про себя расскажу на случай если вы вдруг не в курсе что это за женщина о которой инстаграм вас вдруг оповестил что она делает вашей ленте зовут меня лена фамилия моей они кушина я та самая как говорят волшебная на всю голову белорусска в финляндии которая здесь по сути уже прошла огромный путь за четыре с половиной года и в принципе я не только приехал сюда по замужеству и успела развестись побывать под угрозой депортации выучить финский язык получить профессию и в принципе добиться собственным умом и трудом и помощью добрых людей вокруг меня своего внж и сейчас я открываю в новый в но открывает для себя новую страницу это индивидуальное предпринимательство или собственный бизнес в финляндии о том чем я буду заниматься какие услуги буду окажется обязательно об этом расскажу но сегодня тема у нас с вами совсем другая тема у нас сегодня финские мужчины давайте сразу договоримся что я не человек в белом пальто я не человек который имеет право говорить за всех мужчин финских за всех женщин и поэтому сегодняшний прямой эфир мы с татьяной которые я сейчас представлю запланировали для того чтобы рассказать вам с какими подводными и явными камнями мы столкнулись во время замужества с финнами только давайте заметим разницу что я уже с финном разведена а то они до сих пор браке и в принципе на моя героиня сегодняшний мой как это горит не по надо днем под не оппонент мой со диалогник я не знаю как найти это правильное слово в общем мы станет таня один из наверное честнейших блогеров финских грех русских блогеров которые пишут о финляндии и таню давайте будем откровенно многие и любят и ненавидят одновременно за то что она честная искренняя открытая что она никогда не скрывать что на самом деле происходит вокруг нее она белая у нее всегда белая а не молочная с оттенком и таня при этом очень любит лапландию где она живет очень любит страну и всегда делится разными мнениями таня умеет прислушиваться к другим мнением таня умеет отставить свою точку зрения и самое интересное что то не на самом-то деле нечего скрывать весь ее блок и есть по сути вся ее жизнь открытая на ладони как на ладони поэтому сейчас я то не приглашаю в прямой эфир таня про себя сейчас немножечко расскажет сама сколько времени она здесь живет чем занимается если вы вдруг ее не знаете таня я тебя сейчас нажимай смотри да сейчас ты должна быть у меня вот и сейчас должна быть у меня появится ждем отлично все да пожалуйста поставьте пожалуйста лайки какие-то смайлики что таню видно и слышно так я сейчас тоже поправлю ребят я первый раз прямом эфире если что извините все я тебя прекрасно слышу я думаю да привет танюш давай тогда сразу рассказывай пожалуйста о себе буквально в нескольких словах вот представь что большая часть например аудитории тебя пока с тобой не знакома поэтому это твой звездный час рассказать о себе хорошо привет ребятам во первых лена хочу тебе сказать спасибо ты меня так красиво описал я сейчас прям слушала думаю неужели это я вот я мурманской области мне 31 год в лапланде финляндии живу ну скоро будет два года до этого два года почти два года мы ездили с мужем друг другу в гости поэтому грубо говоря тесное отношение отсюда на 4 года вот у меня значит муж фильм по этносу сам если будем так честны мужа четверо детей у нас еще три кота и в принципе вот все что могу о себе сказать на данный момент финальдия безработная хожу на курсы по изучению финского языка то есть какими-то такими успехами результатами мне похвастаться пока нечем все только начинается вот ну здравствуйте приветствую да и вот таня сейчас говорит так ну похвастаться результатами нечем а знаете это всегда наверное бывает когда только приезжаешь и начинаешь учить этот сложнейший финский язык кажется что все его знают а ты его как бы до сих пор не выучила поэтому на самом-то деле таня молодец таня ходит на практику таня ходит на курсы об этом обо всем рассказывать поэтому если вы вдруг тот самый человек который только-только собирается переезжать вот у тани как раз тот самый блок который от начала таня показывает весь свой путь от начала и как она проходит вообще вот эти первые миграция иммигрантские да иммигрантские да адаптационные кризисы вот поэтому я расскажу про про свою ситуацию с мужем таня вот сказал что она сейчас замужем и муж у меня мне 30 господи мне 35 в этом году уже мой муж финн в принципе финн он всю жизнь прожил в ковале здесь и у него также четверо детей и мы с ним прожили вместе три года и год потом не жили вместе но официально мы развелись в прошлом году вот поэтому тань раз уж нас тут пришли послушать кстати мне очень интересно вот кто девчонки там лайки ставит скажите пожалуйста есть здесь среди вашей среди аудитории те кто действительно задумывается о том чтобы выйти замуж за финна есть я уже вижу я уже вижу я уже узнаю своих подписчиков и я знаю что некоторые из них хотят отлично тань давай тогда начнем с такой темы почему потому что очень многие на самом-то деле спрашивают каким образом подготовиться к браку с финном нужно ли например какие-то документы какие-то брачные договора что какие именно над вами начнем с такого более сложного да какие какой например если у вас с мужем брачный договор и почему и потом я отвечу есть был ли у нас и почему хорошо во первых что хочу сказать если я знаю что многие девочки хотят переехать в европу и замужество это как мостик сразу скажу что с финном без любви притереться очень тяжело это не турок это не русский где знаете можно там перетерпеть что-то где-то подластиться нет финном очень тяжело если нет любви то крыша может поехать это я изначально говорю поэтому допустим ну сразу скажу я переехала по любви я действительно там вся была на небесах и тому подобное вот что я делала и в принципе мои советы достаточно полезны потому что моя так сказать мое вливание в финскую жизнь прошло идеально то есть у меня не было депрессии не было собирание чемоданов и всего такого значит изначально естественно когда я познакомилась с мужем когда у нас произошла встреча когда я поняла что у нас идет серьезно и когда я поняла что у нас что-то будет совместное я стала читать очень много про финнов к сожалению в тот период я не была активным пользователем инстаграма я не была подписана на блогеров то есть я узнавала все на каких-то там сайтах набирала просто что там основные черты финнов да например или финский менталитет и тому подобное вот сразу говорю что если нельзя финских мужчин мерить по нашему русскому менталитету например вот не открыл он тебе дверь машине да и ты начинаешь сразу что все он козел он не джентльмен и тому подобное всегда ну себе в голове помечайте что это не русский он не русский он но пытайтесь смотреть на ситуацию с его сторон прежде чем судить и там знаете рвать клосе на тебе нет изначально даже советую вам ознакомиться с менталитетами но сейчас те кто нас слушает я думаю отношения с детьми мужа расскажу вопрос те кто нас слушает я думаю они подписаны на блогеров инстаграма имеют ценную информацию сразу скажу что если у вас намечается желание переехать финляндию лучше подписаться на многих блогеров слушать все точки зрения и вырабатывать свою на меня часто ругаются девочки что типа таня ты там всех судишь под одну гребенку типа все не так у меня все по другому это конечно у всех все по разному вообще по разному и финны это и знаете не то что все пять миллионов они одинаковые все разные мужчины разные абсолютно поэтому конечно просто ну я вот всегда своим подписчикам как бы стопорю что это только мой опыт и призма моей жизни на вот подписывайтесь смотрите как бывает у людей чтобы быть готовы ко всем ситуациям далее то есть совету значит изучить финский менталитет во вторых очень часто ошибка девочек которые выходят замуж за иностранца и уезжают не продавайте свою недвижимость ни в коем случае если есть возможность и сохранить да там сдать в аренду или что-то особенно на первые года потому что ну притирка знаете она не то что вы там десять дней пожили и поняли что вы хорошая семья и подходят друг другу год-два-три бывает значит через десять лет тебе человек такой выкинешь бывает вот поэтому я советую что не сжигать мосты сохранить хотя бы на первое время я если честно грешна я свою квартиру продала но у меня город я из зато из закрытого города из военного в эту квартиру муссман не мог проехать друзья мои не могли и у нас квартиру очень дешевый в городе поэтому как бы я продала и положила деньги в банк все но у меня грубо говоря мосты не сожжены далее 100 по поводу брачного контракта да ты меня спрашивала есть у вас брачный контракт с мужем да у нас конечно брачный контракт есть я изначально но знаете когда ты живешь в россии там читаешь европейцы брачный контракт сразу ой блин чего-то за параша да типа ну что он меня не любит не уважает но вот мои подписчики точно не пережить и знают примерно мою историю у меня у мужа его бывшая сожительница ну то есть у него там была сильная любовь он открыл для нее бизнес и она его кинула на огромные деньги вот только-только мы не заплатили с ним кредит вылезли с этой жопы и естественно мы с у меня побиты своим опытом плюс многие его знакомые финны ну как бы когда он сказал что у него русская женщина девушка там он поедет с ней встретиться сразу что началось тебя обманут тебя обокрадут да она проститутка да и только нужно европейское гражданство да но это вот естественно да и естественно может у меня как бы спасибо ему за веру в меня конечно но он побаивался и поэтому он мне сказал про брачный контракт типа давай это не было так что либо так либо не никак я просто его поняла я поняла откуда растут ноги почему или с другой стороны я тоже понимаю что человек работал всю жизнь чтобы заработать то что он имеет да и естественно я с чем я к нему пришла с тем я от него и уйду я не собираюсь там выходить замуж разводиться и забирать половину имущества да поэтому я ставлю это справедливо брачный контракт у нас такой что у нас за каждым остается то имущество на чуина оно записано то есть если мы сейчас купим квартиру и запишем ее 50 на 50 то он и будет 50 на 50 но ты же знаешь да почему это потому что финансии при разводе делится все имущество даже то что нажито до брака я считаю это не совсем справедливым вот я согласна с этим то есть ну мне кажется вполне себе честный нормальный контракт ничего не имею против тем более у мусорная намного старше он уже поработал заработал что-то себе имеет право как бы жить спокойно и спать спокойно да ира вот здесь пишет что по поводу комментариев что русские ну славянки давайте будем брать не только русскоговорящие будем брать что я была русская украинки это мы все не то что мы будем говорить русскоговорящие русские мы не хотим никого обидеть нации еще чем-то просто русские так удобнее потому что когда на русском разговариваешь для финнах мы в принципе почти все русские да вот поэтому я тоже скажу свою историю буквально коротко потому что цитания в принципе сказала в ту же ситуацию что у меня с моим бывшим мужем он уже познакомилась извини я просто не мы сейчас мы с тобой перейдем к этому вопросу у многих был вообще где познакомиться с финном поэтому сейчас я сейчас расскажу про брачный контракт ты очень правильно сказала во-первых брачный контракт нужно понимать что в финляндии если вы не составили брачный контракт и у вас было какое-нибудь имущество любое что-нибудь свое до брака и вы разводитесь финн имеет право на это претендовать даже если ваша квартира находится в россии в беларуси неважно где машина которая на вас записана абсолютно неважно поэтому у нас точно также составлен был брачный договор что каждый остается при своем имуществе которое было до брака и то имущество которое будет записано на нас двоих например мы бы его делили но в моем браке в таком коротком в принципе ничего совместного нажида не было согласно записанному и поэтому ничего мне не осталось да это действительно немножко несправедливо можно сказать но такое есть поэтому врачный контракт в данном случае любовь любовью но он вас охраняет если у вас что-то есть плюс вы должны понимать что например если я приехала к мужу в дом это его дом то есть я в нем жила я в принципе платила ему со своего пособия за то что я там живу но никаким образом этот дом мне не принадлежал значит если бы случилось такое что он ну простите не дай бог умер то этот дом бы достался полностью его детям потому что жена это не родственник и если он не успел оформить никакого завещания или какого то у нас нет брачного договора в котором указано что я могу председовать на этот дом например даже если я за него платила как часть кредита он платил кредит я платила половину несмотря на то что я там жила получается что что-то бы случилось меня бы просто оттуда могли выгнать потому что имущество в первую очередь наследниками являются дети если у вас нет договоренности что жена ретендует на эту же жилплощадь это тоже нужно понимать чтобы у вас не было иллюзии что вы приехали к нему в дом и все сейчас я с ним быстренько замучу и потом ляпочки и оттякну себя я хочу чтобы вы понимали что на самом-то деле моему мужу наговорили столько же вот как таня здесь сказала по поводу того что я приехала сюда только за гражданством когда я уезжала из беларуси сказали что я продалась ну то есть будем давайте говорить честно вот это не очень нравящееся слово проституция валютная да то есть вы просто за гражданство продаетесь многие так считают и к сожалению было немало случаев с русскими женами у финских мужей у которых остался неприятный опыт женщин которые действительно ждали гражданство потом уходили да ну то есть поэтому таких случаев очень много и мне кстати тоже рекомендовали когда узнали что я собираюсь разводиться сказали ну Рен ну потерпи полтора пожалуйста годика и потом разводись ну я такой человек что если уж я херачу значит херачу вот поэтому здесь тоже нужно понимать что у финнов уже есть пунктик по поводу того что ваша русская жена что его русская жена где-то его наверное ну как бы может быть и не любит и вот это вам придется все время доказывать ему и себе и другим которые его окружают особенно что вы действительно его любите это будет сделать очень непросто потому что мой муж когда мы разводились он и сказал мне прямым текстом что он не верит что я его любила что я приехала сюда за гражданством потом оказывается ему просто добрые люди понарассказывали истории в которых фигурировала русская жена которая приехала только за гражданством и теперь он очень удивлен как это я приехав за гражданством не уехал я же должна была уехать ну что ж такое то вот поэтому девочки будьте готовы к тому что брачный договор это не то что он вас не любит наоборот в данном случае думать о том что это определенный пунктик заботы о вашем будущем и о будущем ваших детей общих или не общих совместных или несовместных Тань теперь вопрос который тоже задают очень часто где же познакомиться с финским мужем вот мы поговорили про братьевый контракт мы конечно перескочили с более сложной темы но давайте просто я хотел сразу этот обозначить пункт потому что многих он интересовал чтобы этот уже вопрос закончить где ознакомиться с финским мужем я расскажу свою историю ты сейчас скажешь свою я никогда не я никогда не знакомилась онлайн у меня никогда не было такого опыта и я понятия не умею как это делается мы с своим финским мужем познакомились как наверное многие знакомятся на пароме хельсинки стокгольм мы тогда ехали классика да мы были в караоке и я уже рассказывала эту историю в своем блоге что я вышла к нему петь песню не знаю ни одного слова на финском но каким-то образом я с ним ее пела вот ну я будем сказать так давайте будем откровенно честно мы были в большой компании мы были немножко навеселее я не буду этого скрывать я не была абсолютно трезва вот но я в принципе у меня не было цели познакомиться вообще с кем-то и поэтому когда он меня пригласил танцевать я там три раза у него переспрашивала имя не запомнила мне с финскими именами вообще очень плохо и я просто ушла мы ушли из своей компании дальше отмечать на пароме там нашел у нас была тусня и он меня просто нашел он меня просто нашел на пароме пришел пригласил мы так познакомились и стали общаться через год общения и пару раз я сюда приезжала несколько раз он предложил выйти замуж и я сюда ну как бы и переехала все моя история я знакомилась при Аннести то есть для меня неизвестно как это делается онлайн твоя история Таня кстати сейчас перед тем как начать историю по поводу брачного контракта ну вообще семейной жизни да да я не имею никакого права на имущество мужа но я знаю что у него есть такая страховка что если с ним что-то случится мне достанется выплаты какие выплаты в какой сумме я не знаю но такое ну имейте ввиду что можно такую тему замутить да выплаты выплаты точно бывают если ты 9 лет в браке прожила с финном неважно и было у вас имущество совместно или нет тебе платят какое-то если ты с тобой становишься то тебе платят какую сумму если 9 лет прожили что-то в этом роде все тоже круто так я с мужем познакомилась в интернете на сайте знакомств в принципе банальная история мне многие мои подписчицы пишут что таня ну это такой способ типа непорядочный да ну как-то мне стыдно я порядочная женщина зачем я буду выходить на сайте знакомств как бы мне непривычно вот для меня ну я вообще считаю всем советую пробуйте регистрируйте через не хочу во-первых ну у меня такая история была я очень люблю английский язык я люблю разговаривать на английском языке вот прям мне хочется вот ну не знаю почему вот тяга у меня к английскому языку но как вы понимаете в россии как бы особенно в маленьком городе на краю вообще земли мало людей которые могли бы со мной общаться на эту тему и я так подумала что сайте знакомств хорошая тема по упражняться в английском языке плюс я тогда подрабатывала с ночным сторожем ну предложили работу я никогда не отказываюсь от денег идущих мне в руки я согласилась и по ночам что делать с подругами не созвонишься да ну книжку читать в детском саду ночью как бы не очень вот и поэтому я вот решила прокачать себе английский так скажем через сайты знакомств и вот честно это несколько лет конечно занимала вот эта вся тема то есть уходишь возвращаешься жизнь-то своя идет в любом случае да но от времени к времени как бы бывает там видишь что тебе кто-то написал выйдешь пообщаешься вот и в общем короче через пять лет я познакомилась с мужем после того как я зарегистрируюсь на сайтах знакомств ну естественно я не все вечера сидела у меня была своя жизнь но тем не менее вот и притом знаете как произошло я ушла с той ночной работы и думаю все хватит мне этих сайтах знакомств нафиг они мне нужны и ну просто перестала туда выходить и в мой день рождения значит мне приходят сообщения на почту что тебе там написал кто-то и я вышла и вот с мужем я ему вот кстати тема которая как он мне все время вспоминает что типа доказала что я реально в первый же день он мне написал поздравил с днем рождения а мы с подружкой уходили праздновать и что-то мне понравилось по общению я ему написала вот мой номер телефона пиши мне в азап лучше я потому что ухожу с онлайн и он тогда мне сказал что ты первая женщина которая сразу мне дала телефон то есть сразу я понял что ты как бы серьезный человек вот не знаю почему у него такая логика ну вот так ну вот собственно на сайтах знакомств поэтому опция хорошая опция опция раскрывает перспективы но скажу что сразу человек предполагает а бог располагает да я регистрирую на сайтах знакомств чтобы найти себе турецкого мужа нашла вот так а есть люди которые ищут себе финского мужа а находят какого-нибудь там немца или ну вообще все по-разному то есть ты никогда не знаешь где твоя судьба я например никогда не хотела жить в Финляндии я ее не любила Мурманская область с Вапландией граничит у нас постоянно шопинг-туры там экскурсии вот у нас со школы ребята часто на каникулы ну допустим в аквапарке ездили в Финляндию вот то есть у меня был опыт ну бывания да в Финляндии в Норвегии и мне очень не понравилось тогда моя первая реакция мне не понравилось ну мне показалось что скучно темно люди какие-то все закрыты и как бы я никогда не думала что окажусь в Финляндии но вот тем не менее так получилось отлично ну то есть все поняли да можно познакомиться можно познакомиться и в реальности ну тогда нужно ездить туда где ездят финны если вы планируете знакомиться с финном ну или вот более дешевый более выгодный и спокойный способ где вы можете познакомиться сразу с многими да например мужчинами в том числе не только финнами но вообще это онлайн вот скажи пожалуйста мне вот здесь стало сразу интересно через сколько времени после того когда вы стали переписываться произошла ваша первая встреча в реальности это тоже интересная тема она и произошла через три недели то есть муж меня взял потому что я ну как сказать за пять лет опыта на сайтах знакомств да я уже в принципе ну не не рассматривала это как серьезный вариант потому что естественно писали многие у меня кстати до мужа был бойфренд турок кстати мы год встречались вместе тоже познакомились на сайте знакомств но как бы я не думала что там можно найти что-то серьезное и когда мне написал муж мне что понравилось буквально на второй на третий день он меня через скайп познакомился со своими детьми со своим котом показал дом где он живет и как-то так хопа говорит я подал на визу через две недели буду я даже опомниться не успела ну у меня еще муж приврал он скатил себе пять лет возраста увеличил себе рост другое имя ну короче я говорю ты вот говоришь что русские обманывают но моя информация была правдивая а ты меня просто обманул так сказать ну ладно это ничего страшного и вот через три недели он приехал в Мурманск на машине у нас 600 километров это не сложно ехал боялся взял с собой русскую подругу у нас тут соседка живет она с Мурманской сама вот ну как он взял ее как сказать-то штурманом да потому что муж первый раз был в России второй первый раз он был в составе какой-то там группы это не важно он боялся русских дорог боялся что его там на машине остановят мафия с пистолетами как это было в 90-е такие были на самом деле с летальными пиктогами вот то есть он взял эту женщину женщина по дороге его проконсультировала как надо с русскими женщинами обращаться вот и ну вот в итоге он приехал ну вот и все сразу да вот Таня очень хорошая вещь сказала о том что он тебя сразу же по скайпу познакомил с детьми с котами да то есть вы должны понимать что если финн настроен серьезно то он будет выкладывать вам всю правду все что у него есть в жизни бывших жен какие у них отношения сколько у него детей какие то есть он вам если он настроен серьезно ну действительно на уже на серьезные отношения на то чтобы знакомиться там жениться и так далее то финны как правило начинает вот ну всю свою подноготную свою личную жизнь чтобы вас чтобы вас не шокировать в том плане что вы реально как мне говорил мой муж бывший что ты знала на что шла ну то есть вы должны понимать что если он говорит что у него там вот это вот это и он любит вот это вот это и вот это это значит так и есть это не значит что он говорит если что я ну например утрированно беру если он говорит что я люблю пить пиво по вечерам то это не значит что вы приедете и сделаете так что он это пиво пить не будет то есть вы просто принимаете этот факт или не принимаете Тань вот поэтому очень важный вопрос о котором часто говорят мы тут с тобой конечно говорим плюсы плюсы да там они там могут быть такие Если он хочет тебя добивать, он будет добиваться, он будет там ухаживать, финны могут ухаживать, если хотят. Но очень многие говорят очень часто, что один из главных, наверное, минусов европейских мужчин, финнов в частности, это в жадности, это в скупости, в экономности и в разделении бюджета. Да, давай вот об этом поговорим, потому что нужно понимать, что очень многие, приезжая сюда с русским менталитетом, опять же, повторюсь, русским мы называем славянским, если не было опыта партнерских отношений, вот таких, как привычная ситуация у финнов, то у девушек очень часто сносят крышу от того, что почему, я же красивая, я же здесь вот это, он должен, он должен вот это, то, пятое, десятое, и вот этот вот вопрос денежный очень часто становится камнем преткновения. Вот, поэтому давай вот на эту тему поговорим по поводу денег, заработка, работы, жадности, вот что ты об этом думаешь? Я совмещу в своем ответе, также ответ на вопрос, у меня подписчица тоже задала вчера вопрос, как срегулировать семейный бюджет, как изначально, ну, направить в нужную тебе сторону, да, вот это все. Да, могу подтвердить, что большинство финнов, ну, наверное, 90% точно, скорее всего, финансово вас поддерживать не будут. Да, конечно, они могут платить за квартиру, там, например, как договоришься, да, или там за еду, но так, чтобы ты вот, чтобы он тебе там, знаете, как русский мужчина, да, после зарплаты тебе там пищу кинул, ну, а сходи, дорогая, там, в салон красоты. Такого, в принципе, ждать не стоит, но, опять-таки, бывают исключения, все бывает. В то же время многие русские, ну, русскоговорящие женщины делают тоже ошибки. В связи с тем, что вот такой ореол стереотипов окружает русских женщин, да, многие женщины при первой встрече хотят показаться, типа, мне от тебя ничего не нужно, и, типа, я не хочу. Почему? Вот этим, девушки, вы делаете ошибки, потому что как только вы, ну, даже, вот предлагая, говоря, да, что хочешь, я заплачу. Финн, это не как русский, да, который знает, что на женское нет идет да и наоборот, финн нет, он воспринимает так, как он воспринимает. Сказал. Даже если финн тоже может постесняться, может быть, вы реально хотите оплатить, потому что вам нужно иметь в виду финские стереотипы, да, потому что, ну, как вы знаете, феминистическая Европа, да, есть женщины, которые могут обидеться, когда финн предложит заплатить за них. Поэтому, даже приезжая в Россию, даже зная, что в России люди бедные там в основном, да, но у финна все равно есть какие-то в голове устой. И поэтому, предложив оплатить и ожидая от него, что он скажет тебе, не, не, не надо, ну, это глупо. Вот, поэтому сразу говорю, что если вы придерживаетесь того мнения, что мужчина работает, а мама красивая, да, то лучше изначально сразу и расставить точки над «и». Когда ко мне приезжал муж, ну, туда, в Россию, он знал мою ситуацию, мы с ним общались. Не просто же так я на четырех работах работала, да, значит, у меня есть какие-то финансовые проблемы. Поэтому, ну, муж еще тоже добавлю, он любитель России, кто на меня подписан, знает, что у него там русский музей и тому подобное. Вот, он очень хорошо тоже прочитал в интернете, что такое русская женщина. Я у него первая, кстати, русская женщина, ну, в близких отношениях. Вот, он тоже не знал особо, как и что. Да, да, конечно, в ровне имя много русских, но, знаете, выпить в баре пива, да, или, например, иметь отношение, это разные вещи. Вот, поэтому он тоже прочитал, что да как. И где-то на каком-то сайте он прочитал, что если ты идешь к русской женщине, у тебя должен быть с собой алкоголь, конфеты и что-то еще. По-моему, вот он так и приехал. Хотя я не пью алкоголь и не очень-то люблю конфеты. Вот, ну ладно. Зачем в фильме мужчины ищут русских женщин? Я чуть-чуть затрону эту тему, чтобы иметь женщину. И поэтому ему приятно за вами ухаживать, да, чувствовать, что он не очень-то. И поэтому, естественно, лучше, чтобы изначально он оплачивал хотя бы кафе, там, гостиницу. То есть у нас в жизни таких вопросов особо не стоял, потому что он изначально мне еще, будучи в Финляндии, написал, что я оплачиваю кафе, я оплачиваю ресторан, но я тоже совершила ошибку, потому что он мне еще написал, мы пойдем с тобой на шоппинг и там купим тебе чего-нибудь. Но я же гордая независимая женщина, и я сказала, что, ну, не надо мне ничего, у меня все есть. Но больше он не предлагал долгое время. Поэтому, девчонки, пейте железо, пока горячо упала, девочка. Да, здесь я еще как раз тоже добавлю, Таня очень хорошую вещь сказала, что вы должны понимать, что если вы Фину говорите «нет», он воспринимает это как «нет». Плюс у них здесь это распространено, что если ты какое-то согласие не даешь, то все остальное это как насилие. Ну, то есть он не имеет права тебя насильно платить за твой кофе, потому что это ущемляет какое-то твое истинное внутреннее право на то, чтобы быть независимой женщиной. Если вы ему говорите «да», он это воспринимает как «да», а не «нет», но попозже. Или «нет», ну да, это может быть, то есть «нет». Здесь важно понимать, что при этом, тоже добавлю, что очень важно говорить. Финн никогда не догадается по вашему лицу, что он только что совершил великую ошибку в своей жизни. Он никогда не догадается, что вам сегодня печально, вы очень хотите шоколадку. Никогда в жизни не догадается. Есть такие, есть исключения, есть финны другие. Но я беру срез так же, как и Таня, своего финского мужа и его окружение. Плюс, если у финна не было до этого отношений с русской женой, а чаще всего, скажем, давайте будем откровенны, берут они в жены не финку после не самого легкого брака с финкой и решают, что «ну его, пойду по другим». И опять же, вы тоже должны понимать, что после брака с финкой русская жена – это почти небо и земля. поэтому тут очень важно договариваться, говорить, потому что я знаю миллион случаев, когда финны между собой в парах иногда не знали, кто где работает, потому что они не разговаривали. В финке не нужно было знать, например, думать о том, ну, она пошла, купила продуктов. Ну, нет дома продуктов, пошла, купила. Точно так же и муж. Им не нужно было договариваться. Когда вы приезжаете со своим менталитетом, и вам кажется, что «ну все, мы же вроде бы на уши жена, мы же вроде бы уже все, должны друг друга понимать». Нет, не должны. И они нас не понимают во многих случаях. Поэтому говорить, даже если у вас нет языка общего, там, английского, вот, например, у нас я с мужем тоже разговариваю на английском, Таня тоже на английском, но если вот как бывает, многие приезжают и по переводчику общаются, значит, пишите в переводчике. Только так можно будет с чего-то начинать строить, потому что первые кризисы накрывают через полгода. Через полгода, когда розовые очки от Европы, Финляндии и всей вот этой окружающей обстановке снимаются, начинается ломка. Ломка, когда вы начинаете себя спрашивать, а оно того стоило, а оно мне надо, а особенно если вы идете на курсы финского языка или еще не идете, то вам уже кажется, что «ё-моё, а зачем мне это все вообще нужно было?». И вот здесь очень хороший вопрос, Таня, вот как раз мы заговорили про то, что нужно договариваться, нужно говорить, проговаривать вопросы и все неудовлетворенности или плюсы или минусы. Здесь тебе тоже был хороший вопрос, о котором мы с тобой сейчас и поговорим. Как складываются отношения с бывшей женой и детьми? Мне кажется, это один из пунктов, который в итоге толкает очень многих русских женщин на развод. Я расскажу сначала, потом свою историю, но начни ты, пожалуйста, со своей, потому что ты еще, ну, извини, не еще, в принципе, ты в браке. Возможно, и еще, потому что кризисы у нас бывают очень жесткие в семье, все бывает, мы люди. Мне вот пишут иногда, знаешь, в Инстаграме, типа, Таня, у вас такая идеальная семья, семейное счастье, а я вон рыдала 10 минут назад. То есть все мы люди, мы тоже притираемся, хоть мы там и 4 года вместе, у нас не закончился период притирки. Месяц назад я вообще хотела все бросить и уехать назад в Россию. Сейчас, вот сегодня я мужа люблю, не могу, да, то есть это жизнь. Я забыла вопрос. Вопрос, как отношения с бывшей женой или бывшими женами и детьми от предыдущего брака? На самом деле это моя боль. Это, наверное, самый большой у нас камень преткновения, потому что, да, изначально я знала, на что я шла. То есть он же мне изначально сказал, что у него четверо детей. При этом трое детей у нас старше 18, более-менее самостоятельно. Вот последний сын он в армии сейчас. То есть я надеюсь, что он начнет самостоятельную жизнь. И есть маленький ребенок, которому сейчас 10, а на момент наших отношений было 6 лет. Здесь большая проблема даже не с детьми, а с их матерями. Вот, но, допустим, я расскажу некоторые зарисовки, чтобы вы понимали, что такое финская мама. Меня, конечно, в блоге моем ругали, что, Таня, что ты гонишь на финских женщин, хорошие они мамы. Да, безусловно, они, я так предполагаю, любят своих детей, но финская женщина в большинстве своем никогда не поставит ребенка выше своих интересов. И вот, например, у нас была такая ситуация. Значит, я когда с мужем, ну, только у нас конфетно-букетный период был, с мужем жил старший сын. Потом, когда я сюда переехала, старший сын съехал, завел свою уже жизнь, и въехал младший сын, которому на тот период то ли 16, то ли 17 лет было. Вот. Почему сын переехал к мужу? Потому что мама его живет тоже в Раваньеме, но, если вы знаете, Раваньеме один из самых больших городов в Европе по территории, потому что присоединились села там окружные и тому подобное. И вот мама живет как бы в Раваньеме, но в 60 километров отсюда. То есть ребенку ездить в колледж, туда-сюда по 60 километров не резон. И он поступил в колледж, который 10 минут от нашего дома. При этом мама наказала ему жить в общаге, в студенческой, которая между колледжем и нашим домом, то есть 5 минут. Знаешь почему? Чтобы получать алимент. То есть если бы сын, ну как бы официально жил бы с нами, в 5 минутах ходьбы от колледжа, муж бы, естественно, перестал платить алименты, да? То есть какого хрена он с нами жил? И в итоге, ну и просто, чтобы не поднимать скандал, сын жил с нами, вещи у него были типа как бы в этой общаге, и муж еще платил ей алимент. Представляешь? Я вот вообще очень понимаю, о чем ты говоришь. Да, либо, например, ну, мама, значит, трех старших детей к нам не лезет, потому что это уже дела давно минувших дней. У нее свои дети, свой муж, как бы там все в порядке, так скажем. А вот мама маленькой дочки, я вот недавно в сторис шаловалась, та, да, та, конечно, той обидна, потому что она прожила с моим мужем долгие, ну, лет 5-6, наверное, и он на ней не женился. Она мне женился буквально сразу же, как познакомился. То есть у нее в этом обида. Во-вторых, у нее, знаете, как у Фина, конечно, комплекс, что ей не додают денег, да, потому что деньги всегда, не дай бог там копеечку, не туда положил. Вот. И, в-третьих, ну, такая женщина очень алчная, как я рассказывала, что она вот на бизнес кинула, обокрала, ну, муж платил ее кредит. Кстати, меня там спросили, вносила ли я деньги за кредит мужа. Нет, не вносила, естественно, потому что какие у меня деньги, но было такое, у меня же деньги за продажу квартиры лежат в банке в России. И как-то был такой тяжелый период, когда муж получил маленькую зарплату, у него зарплата сдельная, зависит от процента выработки, и, да, мы взяли немножечко оттуда, но это было минимально вообще единомесячный платеж, так скажем. Вот. И у той женщины, видимо, комплекс, она сейчас настраивает ребенка против меня, ребенок пишет папе смс, почему ты на Таню тратишь больше денег, чем на меня, хотя я предполагаю, что 10-летний ребенок не может думать в таком ракурсе. И поэтому мы, когда ходим в магазин, никогда такого не было, чтобы купили мне и не купили ей, например, в поездке тоже мои подписчики видят, что ребенок все время с нами. То есть, прежде чем что-то, так скажем, купить или сделать хорошее для меня, муж это делает для нее. И, ну, это слова, короче, мамы, не ребенка. Естественно, жить тяжело. Вот сейчас у нас такой кризис с ребенком после вот этой смс-ки, что ты на Таню тратишь много денег, вот три недели ребенок уже не приходит сюда домой. Не приходит. Да, я понимаю. Но еще и не приходит, потому что я мужу тоже попросила, что все школьные каникулы ребенок всегда у нас. И сейчас же эти хихталомы, да, эти лыжные каникулы, я попросила, пусть в какой-то веке мама организует ребенку досуг, потому что ну, у нас мама такая алчная, давай играть по ее правилам. Значит, одни каникулы мы сводили ребенка, сейчас пусть мама организовывает. Уж не знаю, что там муж с ней разговаривал, но ребенка нет на этой неделе, чему я рада. Тань, вот здесь я сейчас отвечу на вопрос. У меня ребенок от белорусского мужа, у Тани своих детей нет, правильно? Нет, нет, да. Вот я, как-то я вам сказала, с Таней очень хорошую вещь сказала, что мама, финка, свои интересы никогда не поставит на второе место от ребенка, а вот папа, финн, свои интересы, поставит на второе место, а ребенок всегда будет на первом. Если у мужа Фина есть дети от предыдущего брака, и они живут с ним неделю там, неделю там, или вот по каким-то договоренностям, нужно быть готовым к тому, что ребенок будет на первом месте. Чаще всего это так. Получается, что нужно быть готовым к тому, что это понятно. Конечно, жена приходит и уходит, особенно если у него это не первый брак, он понимает, что дети всегда остаются, а жена ушла, пришла и так далее. Но придется об этом тоже постоянно говорить. В нашей ситуации было так, что у нас двое девочек, они там с другими мамами жили, а двое мальчиков жили с нами неделю там, неделю там. И у нас была такая ситуация, что мама могла позвонить и сказать, а я не могу его успокоить. Приезжай за беду. Ее неделя. И я когда-то, я сразу это принимала, думаю, блин, ну почему у меня комплекс, я уже работала даже с психологом о том, что почему я не могу принять детей, почему на них злюсь, почему, оказывается, я злилась, конечно же, вот на эту ситуацию, потому что, как бы, в том плане, что неправильно, как сказать, нужно договариваться, что если у вас договорено, что неделя там, неделя там, значит, нужно и соблюдать эти правила, потому что, если вы сразу же дадите слабину, то, к сожалению, будет, ну, не самый хороший вариант потом для вас, у нас это был камень преткновения тоже, потому что, к сожалению, не удавалось договориться одинаково с мамой и с папой, ну, то есть нужно понимать, что дети от предыдущих браков, они всегда будут, ну, на первом месте, как у любых, наверное, родителей, но просто немножко другая специфика, то есть нет такого, что после развода дети мамины, а папа не принимает участие, финны очень активно принимают участие в жизни детей, то есть они действительно ответственные, заботливые, они будут возить на кружки и все прочее, то есть это не миф, но это нужно понимать, потому что это не будет, это с нашим менталитетом, когда кажется, что вот мы развелись и мамин ребенок, то здесь это не работает. Тань, хорошо, да, здесь я тоже согласна, что у детей, к сожалению, нет выбора, они принимают то, что делают родители, а родители здесь, в данном случае, все-таки думают прежде всего о себе, а уже потом о детях, ну это факт, это все, кто проходил. Да, давай. Пока ты не начала новую тему, поделюсь своим опытом вообще, как принять детей, потому что в любом случае, так скажем, мужчину вы любите, да, детей вы не любите, но жить-то как-то вместе надо. Мне писали, одна у меня была такая подписчица, которая отправилась в блог, Таня, на всех фотках ты не обнимаешь ребенка, почему ты не обнимаешь, по тебе видно, что ты ее не любишь, да, например. Если по-честному, и муж у меня об этом знает, изначально я такой человек, что я к детям очень спокойно, даже больше, как бы, я не люблю детей, чем люблю детей вообще любых. То есть у меня нет такого, что дети – центр моей жизни. Муж это знал, когда мы женились, также я знала, что муж, вообще с вашей точки зрения, я также знала, что муж очень любит детей, поэтому мы, как бы, вот такие особенности друг друга приняли. И когда я приехала, ну, сразу скажу, что с детьми у меня проблем не было, вот буквально до месяца вот этого. Что я делала? Нужно четко себе поставить такую грань, что ты не мама, ты для ребенка никто, ты не имеешь права его ругать, его учить. Да, как-то критиковать, да, вот, поэтому я вообще отпустила ситуацию, что мне, допустим, там что-то не нравится, что дочка, например, там не убирается в своей комнате или что-то, потому что у нее есть мама, у нее есть папа, родители ее любят, как-то. Но если что-то уже прям такое, жесть какая-то, да, которую я вижу, что прям, ну, идет не туда, я, я, естественно, через мужа это все пытаюсь решить, то есть я аккуратно скажу, ну, говорю мужу, что вот, лучше бы вот так, и муж преподносит это ребенку, то есть я никогда напрямую на конфликты, там, на какие-то не сла, мы ни с кем не ругались, старшие дети меня любят, мне даже не сказали, что я лучшая женщина, которая была когда-то у папы, потому что, ну, я действительно заботюсь как-то там, все такое, а с младшей, ну, просто проблема с мамой, вот, во-вторых, тоже нужно понять, что для финна, для нормального, адекватного, небольного, психологически финна, да, дети будут на первом месте, и если вы думаете, что вот я сейчас перееду, все под себя прогну, все изменю, такого не будет, финские дети на русский менталитет, да, на наш, ну, СССРовский менталитет, очень тяжелый, очень тяжелый, многих вещей, ну, нам не принять, не то, что не понять, не принять, вопросы уборки, вопросы быта, да, какого-то, вопросы, ну, вот, вот такого плана, то есть, часто, вот, например, ну, вот русские, которые побывали, да, в таких ситуациях, жалуются на то, что финские дети не убираются за собой, да, например, не убирают, или там, одежду мятую носить, ну, вот что-то такое, просто нужно для себя поставить границу, что это не твое дело, детей воспитывают изначально, что это отдельная личность, ты не имеешь права на нее долить, ты не имеешь права оказать физическое, психологическое влияние, то есть, нужно просто понять, что, как бы, вы живете в одном доме, но это отдельная личность, это отдельная личность, она... и у него, и у нее есть родители, то есть, родители решают судьбу детей, ты в этих судьбах ничего не решаешь вообще. Никто, можно аккуратненько, аккуратненько подкорректировать, очень деликатно, но также стоит понять, что финские дети, особенно, когда им там ни годик, ни два, они тебя целовать в десна не будут, никто не будет тебя при встрече, ой, любимая, привет, я соскучился, такого не будет. Финны уже с детства, они достаточно, ну, как сказать, ценят свое пространство, поэтому я тоже никогда не лезу с объятиями, да, там, к детям, не потому, что я их там, ну, ненавижу, да, но, ну, просто вот финны, есть финны, господи, не любят они телесные какие-то контакты. И еще хочу сказать, вот ты сказала, что надо изначально, ставить границы, а у меня получилось наоборот, я когда переехала, я была такая, боже, одуванщик, потому что я сама, прекрасно, структурный человек, я сперва думаю о других, потом думаю о себе, например, если дома там все спят, я буду на цыпочках ходить, этого для меня никто не сделает, из этой семьи, которая живет в моем доме, потому что, если кто-то встал, то там идет телефон на всю катушку, телевизор на всю катушку, с этим тоже было тяжело смириться, но, вот именно сейчас уже, спустя какой-то период, вот когда, вот этот конфликт с дочерью, произошел, да, из-за денег, я поняла, что в принципе мои интересы тут никого не волнуют, и если я не отставила свои интересы, то их никто не отставит, и поэтому сейчас деление территории, ну, я начала только сейчас, и когда я уже мужу, ну, я мужу реально поставила выбор, либо ты эту женщину ставишь на место, потому что мне надоело, что наши жизни управляют, потому что у нас тоже было, ну, часто были ситуации, что ребенок, вот неделя ребенка, но она не хочет приходить, она придет там в среду и уйдет, например, не в воскресенье, а когда она захочет, я понимаю, что это право ребенка, я ребенка тоже понимаю прекрасно, что это тяжело, да, вот по расписанию туда-сюда, но у меня также есть и свои интересы, если мы с тобой запланировали, допустим, в понедельник ехать там куда-то без детей, то мы должны поехать без детей, и меня не волнует, что там она не захотела куда-то уйти или что-то, я вот, если честно, жестить начала вот сейчас на эту тему, потому что я поняла, что если сейчас я четко не определю границы поведения, то наш брак распадется, потому что вот у нас было очень сложно, и, знаете, на удивление муж понял, что бывшая женщина перегибает палку. Хорошо, Тань, нам придется ускоряться, потому что, к сожалению, время эфира идет так быстро, и надо успеть будет сохранить его. Давай просто скажем, здесь у тебя как раз спросили, и у меня, в принципе, тоже, в чем отличие, как ты считаешь русских и финских женщин? Почему финны выбирают русских? Ну, давайте тоже, чтобы на меня сейчас никто не обиделся, что я всех финок под одну гребенку или тому подобное, да, делаю, и всех финок ненавижу, как считают. Вообще, знаете, стереотип такой бытует среди нас, что финки все страшные, и я сейчас приеду в Финляндию и порву эту страну, и все мужики на меня будут смотреть. Это не так. Финки достаточно симпатичные, и не все мужчины желают себе русскую жену. Если что, нас тайки, филиппинки уже обогнали. Да, 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 к слову. Но что финский муж в большинстве своем в иностранной жене? Почему? Финские женщины, вот это лично мое мнение, но я негативно достаточно смотрю, они отрицают свое женское начало. Они отрицают, что они женщины, они всегда хотят быть вместе, ну, на уровне с мужчиной, хотят делать мужскую работу, не дай бог там им помочь, сумку понести, там, или что-то, они даже не понимают. Даже одна финка мне сказала, вот, близится же 8 марта, вот, и я рассказывала, что цветы нам дарят, и тому подобное, она мне сказала, я не хочу, чтобы мне дарили цветы, потому что я женщина, только из-за этого. То есть, ну, и вот такой вопрос, вот ты бы хотела себе мужчину, который, ну, как баба себя ведет? Нет, конечно. И мужчина не хочет себе женщину, которая ведет себя как мужик, вот и ответ. И еще один фильм мне тоже сказал, что, ну, тоже у них такой стереотип, что русская жена всегда поддерживает своего мужа, всегда заботится, ну, конечно, мужчинам это нравится, ласк, нежность, забота, обнимание, ну, кому это не понравится, потому что это женщина. Но, опять-таки, не все русские такие, правильно? И не все финские. И ты знаешь, я очень многих опрашивала, я опрашивала, конечно, девочек, да, кто замуж или был, или является за финнами, я спрашивала, вы разговаривали, почему ваш муж выбрал вас? И многие прям сказали, что одна из наших черт, это то, что мы душевные и теплые. Вот теплые во всех смыслах. Что какие бы мы, и что у нас есть удивительное качество совмещать все. Вроде быть и ухоженной, и красивой, и в доме, чтобы было все убрано, да, и вроде мы и в карьере пытаемся реализоваться, и мамы, и вот финнов, и плюс, как многие говорили мне, девочки, что как и мужья говорили, что очень классно чувствовать, что ты, что тебя обнимут, что тебе вот эту какую-то заботу, что тебя окружили каким-то, что ты все-таки более такой, что мы мягкие, и вот они возле нас готовы тоже показать свои эмоции, свои чувства, а не вот эту вот маску и так далее. Вот эта заботливость какая-то, наша душевность, им очень импонирует. Вот. Тут нам, конечно, девчоночки, я понимаю вас, что мы очень многие вопросы не обсудили. У нас сейчас просто нужно будет завершать прямой эфир, потому что иначе, если мы его не завершим, он не сохранится, а будет очень жаль, потому что я уверена, что многие, кто посмотрит, Таня, уже, я уже даже знаю и видела по некоторым комментариям, что нас с тобой прошерстят по поводу того, по некоторым вопросам, да, но мы к этому были готовы, мы были готовы к тому, что наши мнения могут не совпать с мнением большинства, наши мнения могут не совпать с женщинами, которые сейчас влюблены, могут не совпасть с тем, что вообще вокруг нас происходит, поэтому еще раз повторюсь, мы не гребем, мы только несколько раз говорили о том, что финны все разные, русские все разные, мы все разные, поэтому нужно просто, как правильно мы сказали, разговаривать и знать свои границы. Поэтому, Тань, если тебе буквально пару минут скажи еще, что ты хочешь сказать, буквально две минуточки, я сохраняю, и если вдруг будет много вопросов и в личку предложений, комментариев и всего прочего, мы, если что, проведем еще один эфир. Поэтому, Тань, давай, две минуты. Пишут, пишут, что хотят продолжения, поэтому я думаю, что надо будет продолжить нам с тобой. Я, если честно, девчонки, я не успевала читать вопросы, поэтому если что-то прям горит, можете мне в личку написать или в комментариях какие-то там личные вопросы, я отвечу. Вот. И я думаю, что нам, Лена, надо с тобой часть вторую провести. Да, значит, мы проведем вторую часть. Давайте договоримся так, что вы просто напишите или Тане, или мне в личку, какие конкретно вопросы вас интересуют, чтобы у нас получился тогда эфир конкретно под ваши запросы. То есть нашу ситуацию вы уже поняли, вы поняли, что, в принципе, Таня вот сейчас, когда рассказывала ситуацию, у меня почти один в один было, ну, многое совпадает. Поэтому давайте договоримся, что вы просто после эфира этого обязательно просто напишите, что еще вас интересует. И мы поделимся, заметьте, только своим опытом, не обобщая никаких других. Если у вас есть предложение, кого еще нужно позвать в прямой эфир, Тане или мне, пишите тоже, будем слушать разные мнения. Поэтому спасибо, Таня, тебе огромное, потому что я столько, много о тебе тоже интересного узнала, хотя я читаю твой опыт уже давно. Вот. Во-вторых, спасибо всем огромное, что вы нашли этот час. Сегодня вечером провели его с нами, активно нас поддерживали, потому что было очень невероятно важно видеть ваши лайки и ваши комментарии, потому что не разговаривать просто один на один. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Мы были рады провести это время с вами. Подписывайтесь на Таню, читайте Таню. Подписывайтесь на Меру. Подписывайтесь на Меру. Подписывайтесь на Меру. И выбрите от меня. Я сейчас буду смотреть эфир записи, чтобы почитать, какие вопросы были, потому что, девчонки, я не успевала читать. Да, там было очень много комментариев, фраз. Кто-то делился своими мнениями и так далее. Мы все уважаем, все ценим. Эфир я сохраню у себя в профиле на сутки, как обычно. Вы сможете посмотреть. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо за лайки. Спасибо всем. Всем хорошего вечера. И пока-пока. 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 Пока-пока.